Татьяна Корчевская придерживается простого правила – нужно заниматься тем, что делает тебя счастливым. Свою судьбу с «Беларусь-резинотехникой» девушка связала 10 лет назад и ни разу об этом не пожалела. Исследует новые материалы, испытывает готовую продукцию. Участок работы ответственный. Впрочем, на заводе других нет. Работа замечательная, все в принципе устраивает, коллектив дружный, хороший, понимающий. А в последнее время у нас еще и зарплата поднялась. Нам к Новому году даже дали подарки. Но так было не всегда. Еще несколько лет назад РТИ переживала не лучшие времена. Общий долг составлял почти 18 миллионов рублей. Предприятие признали экономически несостоятельным. Санация позволила отложить выплаты по основной задолженности и сосредоточиться на текущих платежах. С тех пор завод ищет эффективные стратегии для повышения показателей. И стоит отметить, не безуспешно. Цифры говорят сами за себя. Беларусь резинотехника может работать качественно, может работать прибыльно. Объем выпущенной продукции у нас на 23,1 миллиона за 2021 год. За 20-й это цифра 17,3 миллиона. То есть рост 141 процента. Выручка за 2021 год составила 25,3. За 20-й 17,9. Рост 142,3. Убыток за 2020 год был 1 миллион 829 тысяч. Чистая прибыль за 2021 год – 989 тысяч. Беларусь резинотехника держит марку 70 лет. 7 февраля 1952-го был основан завод натурального каучука с численностью работников 235 человек. Спустя 18 лет здесь трудилось уже 5000 сотрудников. РТИ полностью обеспечивала нужды в резиновых деталях почти всей промышленности БССР и союзных республик. Сейчас же высококачественные изделия используют в металлургии, авиастроении, деревообработке и сельском хозяйстве. Вот так выглядит амортизатор корабельной сварной АКСС. Несмотря на морское название, он применяется не только на судах, но и в машиностроении, энергетике и станкостроении. Ассортимент более 5000 наименований. Многолетние партнеры МАЗ, МТЗ, БелАЗ и ГОМСельмаш. По портфелю заказов можно изучать географию. Первое место у России. На сегодняшний день доля экспорта в реализации продукции составляет порядка 10-12%. Как и для большинства промышленных предприятий, 2021-й оказался непростым. Пандемия внесла свои коррективы. В декабре экономический суд Могилевской области принял решение о продлении срока действия санации еще на 5 лет. В планах выход на новый технологический уровень и повышение конкурентоспособности продукции. Ставку делают на импортозамещение. Сегодня это предприятие ориентировано на крупнейшее конвейерное производство республики. От эффективности работы этого предприятия во многом зависит и своевременное обеспечение необходимыми комплектующими наших крупных холдингов республиканского значения. Юбиляров в этот знаковый день чествует руководство области и города. Ведь производственные успехи были бы невозможны без главного ресурса – профессионального коллектива. Сейчас здесь работают 673 человека. У большинства только одна запись в трудовой. Пришли на завод и прикипели душой. 70 лет, говорят на предприятии, тот возраст, когда есть и силы, и опыт, который дает право с уверенностью смотреть в будущее. Так что свой праздник РТИ встречает во всеоружии. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Константин Шевцов, Бобруйск, 360.